Рекордное количество участников и желание победить. На реке Индиго после старта разворачивается настоящее зрелище. Любители рыбалки бегут к своей лунке. Несмотря на мороз под минус 30, в сердце Тимана стартовал четвертый фестиваль корешки, где собрались ровно 100 любителей рыбалки, чтобы доказать, кто лучший в этом деле. Все участники на своих местах. Для каждого рыбака заранее была подготовлена лунка и стандартный набор для ловли. Складывающийся стул и удочка. На льду встретились люди разных возрастов. 9-летний Даниил Рочев принимает участие в соревновании впервые. Одевался, собирался, удочки готовил, конкурсом готовился. Что еще больше помимо ловли? Что еще больше у нас ловли? Ну, конкурсами, которые будут. У каждого рыбака свои хитрости. Многие уверены, что количество улова зависит от хорошей приманки. Кто-то выбирает наживку из семги, а кто-то оленью кубу. Ну, я в деревне тоже рыбачу. И мы постоянно как бы ловим. Очень хорошая наживка. Долго стоит и рыба ее не снимает. На фестивале корюшки в заснеженной северной глубинке в рыболовном мастерстве соревнуются не только местные жители, но и гости из других регионов. Андрей Пычкин приехал в сердце Тимана вместе с семьей. За плечами мужчины множество соревнований по ловле рыбы. Но в Индиге он впервые. У нас в Архангельске проходят мероприятия, соревнования по рыбной ловле. А тут получается масштабный праздник. А как готовились вообще к фестивалью? Вообще какую наживку используете? Наживку использую. У меня получается обрезь брюшки семги и бески черви специальные морские вяленые. Ощутить национальный колорит и особенности региона за полярным кругом. Именно за этим приехали гости из Архангельска. До Ненецкого округа они добирались на машине, а дальше до Индиги на снегоходе. Мы тоже северные люди, поэтому нас мороз немного не пугает, потому что мы сюда добирались, получается, 400 километров на машине и 400 километров на снегоходе. Вот смотрите, у меня поклевка произошла, я поймал рыбу прямо при вас. Участники отмечают, хоть и клев не очень хороший, удача улыбается игрокам. Кто-то смог поймать пару рыбин, а кто-то и вовсе остался ни с чем. Всего на ловлю корюшки организаторы отвели ровно час. Далее к своей работе приступают судьи фестиваля. У нас взвешивается, в общий зачет идет рыба, навага и корюшка. Мы измеряем самую маленькую и самую большую рыбку. А вообще какая самая большая была за всю историю? Ну, я помню, что 6 килограмм, более 6 килограмм было выловлено рыбы, а вот сколько помню, не помню, именно какие. Там, по-моему, 11, самая маленькая была, сантиметра. Фестиваль продолжается. Далее по плану отдых и развлекательная программа. Создание скульптур и снега – традиция для участников, которые готовы проявить себя в творчестве. Ведь фестиваль корюшки – это не только про рыбу, но и про искусство. Создание фигур и снега со стороны кажется легким занятием. Но на 30-ти градусном морозе пилить ножовкой большую глыбу – дело не из простых. Впрочем, для скульпторов это не проблема. Здесь главный стимул к победе и творческий подход. У нас вот рисунок, мы пока ее рисуем, эту глыбу, и примерно уже это, как приходит, как сказать, ну, как художники. Анфиса со своей командой делает скульптуры рыбака с добычей. А это голова у него. Помогает начинающим скульпторам Николай Вылка. Мастер на все руки, известный как в регионе, так и за его пределами. Именно он подготовил одну из главных снежных композиций. Трехметровая фигура, символизирующая ежегодный фестиваль корюшки, стала центром самых ярких фотосессий. Идея у меня появилась в прошлом году еще, я был на фестивале, и там видел копию памятника реки Лены. Есть памятник, и вот я решил сделать что-то подобное, сделать реку Индиго. Женский образ Индика, как бы, женское имя. Решил вырезать такое. И кубок, то есть надо, чтобы он был похож по тематике на скульптуру главную. На этом культурная программа не заканчивается. Центр арктического туризма подготовил площадки по традиционным ненецким видам спорта. Каждый мог попробовать себя в метании тензея на хорей, перетягивании палки и борьбе на поясах. А для самых юных гостей заповедник Ненецкий организовал площадки с экологическими играми. Но больше всего зрителей собрала главная сцена с выступающими артистами. Традиционный чукотский ансамбль «Кочевник» поет и танцует, рассказывая историю своего народа. Артисты в ненецком округе не впервые. Но каждый раз они все больше удивляются стойкости и выдержке рыбаков. Они вообще герои на самом деле, потому что вот так вот сидеть и ожидать, ждать, когда у тебя словится рыбка, ради чего мы сюда все приехали и здесь собрались. Конечно, очень эмоции зашкаливает. Очень переживаем за участников. Также на фестивале корюшки выбрали красу Индиги. Главное условие для конкурсантов – показать всю привлекательность национального костюма. Победительницу выбирали путем зрительского голосования. Лучшей стала Анастасия Явтысе, уроженка поселка Выучейский. Не скажу, что я очень готовилась, просто изначально я увидела, что в Индике будет проходить конкурс и взяла в этнокультурном центре костюм. Это называется «Нойчо» сшит из сукна, так как своего у меня нет. Этот пояс от моей прабабушки достался традиционный и накосники тоже от прабабушки. И вот решила поучаствовать и показать свои украшения. С каждым годом фестиваль набирает обороты. В далекую и заснеженную Индику приезжает все больше гостей. Я был потрясен. Я был потрясен количеством людей, которые собирает фестиваль корюшки. Это уже давно не местное какое-то событие. Это большой региональный праздник – фестиваль корюшки. А почему? Потому что наша корюшка самая вкусная. Фестиваль корюшки уже стал визитной карточкой региона. Первые соревнования в поселке Индига прошли в 2019 году. В этом году организацию всего фестиваля взяла на себя администрация Ненецкого округа. Отметим, что мероприятие проводилось при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью. Нефтегазовая компания развития регионов и акционерного общества «Ненецкая нефтяная компания». Автор и идейный вдохновитель праздника – Ольга Выучейская. Идея создания такого фестиваля у меня возникла совершенно спонтанно, случайно. Я как-то просто услышала, что в Санкт-Петербурге проходит фестиваль корюшки. И у меня сразу же проникнула мысль. А у нас есть такой замечательный поселок Индига, где корюшка, ну, по сути, всю зиму, нашу северную долгую зиму, кормит весь поселок. И так и возникла идея, а почему бы не сделать в Индиге праздник корюшки. И с этого все началось. Фестиваль корюшки в Индиге – это в первую очередь праздник для местных жителей, которые всегда рады гостям и общению. Мы прямо с самого начала. Каждый год все лучше и лучше и лучше. Мы всех приглашаем, приезжайте к нам. Много друзей приехало. Деревень Пеша, Коткина, Ома, Оланга, Наринмар, Архангельск. Все ребята знакомые. Все понравилось. Главное, что общение. Общение с земляками. В целом молодцы. Выступает новый ансамбль. Очень понравился. По итогам главного состязания фестиваля больше всех поймал Николай Канев из поселка Искателей. Его улов составил 1 килограмм 850 грамм рыбы. Второе место занял архангел-огородец Анатолий Устинов. Третье – у Василия Лобунцова из Индиги. Самую маленькую и самую большую рыбку поймали Даниил Рочев и Роман Волучейский. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал «Север». Анатолий Устинов, Телеканал «Север».